В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Без жертв не обошлось. Все новогодние праздники МЧС работало в режиме повышенной готовности, но избежать крупных пожаров не удалось. В области произошло 71 возгорание. Горели частные дома и квартиры в многоэтажках. Погиб один человек и девять пострадало. В прошлые новогодние праздники эти цифры были еще хуже. Тогда на пожарах погибло пять человек. Среди них были и дети. Самый серьезный пожар случился в ночь на 3 января. В населенном пункте Савиково Гусь-Хрустального района сгорелся частный жилой дом. Пятеро его жильцов, в том числе двое детей, покинули здание самостоятельно еще до приезда пожарных. Но все получили травмы. К приезду спасателей огонь уже охватил почти все здание в 60 квадратных метров. Позже на пожаре обнаружили погибшего мужчину 75 года рождения. А последний случай возгорания произошел уже в первый рабочий день этого года. 9 января из-за пожара пришлось эвакуировать городскую больницу Гусь-Хрустального. Там, по некоторым сведениям, произошло короткое замыкание в рентген-кабинете. Поступило сообщение о загорании в подсобном помещении рентген-кабинета городской больницы города Гусь-Хрустального. К счастью, очень оперативно отреагировали наши подразделения. Площадь пожара составила всего 4 квадратных метра. Посетители эвакуировались самостоятельно. Это около 30 человек. Погибших, пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. Не обошлось в праздничные дни и без аварий. На дорогах области зарегистрировано 28 ДТП. В них 9 человек погибли и 47 получили различные травмы, в том числе трое детей. Все они были пассажирами транспортных средств. Примечательно, что лишь в трех авариях за рулем были нетрезвые водители. Еще 111 любителей погонять на машине под шофе были остановлены сотрудниками ГИБДД в результате рейдов. Аварий по сравнению с прошлыми новогодними праздниками было меньше, но они стали серьезнее. Самое крупное ДТП случилось уже в первый день Нового года. Люди погибли в Суздальском районе на автодороге Владимир-Суздаль. Автодорога Владимир-Суздаль. Водитель автомашины Hyundai Solaris совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Golf. В результате этого происшествия два человека, которые находились в автомобиле Hyundai, погибли на месте. Медицинской помощи понадобилась водителю и двум пассажирам с автомашиной Golf. В том числе один из них ребенок 11 лет. Еще одно печальное известие. На 58-м году жизни умер первый губернатор Владимирской области Юрий Власов. Самый молодой руководитель региона. Во главе Владимирской области он оказался на волне демократических преобразований в 91-м году, когда ему было 30 лет. В декабре 96-го года Власов проиграл выборы тогдашнему председателю ЗАГСобрания Николаю Виноградову, набрав всего 21% голосов. В 2000-м он пытался вернуться во власть, но снова проиграл. Причина смерти Юрия Власова и дата похорон пока неизвестны. Начали год по-новому. С 1 января 2019 года в силу вступили на уведение. В некоторые законы нашей страны начала действовать пенсионная реформа. Трудящиеся, которые должны были выйти на заслуженный отдых в этом году, уйдут на пенсию на 6 месяцев позже. Также россиян будут предупреждать о потере денег при смене пенсионного фонда. Если менять пенсионный фонд чаще, чем раз в 5 лет, можно лишиться накопительной части дохода. Какую сумму человек может потерять, выбирая другой пенсионный фонд теперь будут извещать при подаче заявления о переходе от одной организации, которой вы доверяли пенсионные накопления, к другой. Из приятного. В стране повышается мрот и пособие по безработице. С 1 января минимальный размер оплаты труда вырос до 11 280 рублей. Но подросли и налоги, а именно налог на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Рост НДС отразится в первую очередь, на потребителях. В магазинах вырастут цены. Льготную ставку в 10 процентов оставили только на определенные категории товаров. Лекарства, некоторые продукты питания и детские товары. При расчете цены полиса страховщики будут в первую очередь ориентироваться на водительский стаж и возраст человека. А вот громкие изменения в сфере обращения с отходами в 2019 году владимирцев не коснутся. Мусорную реформу в области отложили на год. Оплачивать вывоз мусора будем, как и раньше, по строке за содержание жилого помещения. Единый региональный мусорный оператор, который будет курировать вывоз ТБО, появится в регионе только в 2020 году. И еще об одном изменении. За детские сады будут брать больше. Теперь за 12-часовое пребывание ребенка в группе родители должны будут заплатить 149 рублей в день. Управление образования отмечает, что стоимость повысилась ненамного. К тому же все компенсации сохранятся в полном объеме. Стоит отметить, что полтора года не повышалось размер оплаты за пребывание детей в детских садах. То есть с 1 июля, если я не ошибаюсь, 2017 года. И цены растут. И прежде всего, мы же с вами знаем, что вот эта сумма, 149 рублей, большая часть этой суммы идет на закупку продуктов для питания детей. За новогодние каникулы во Владимирской области родилось 202 ребенка. 103 мальчика и 99 девочек, уточняет областной департамент здравоохранения. Сообщается также, что в одной семье даже двое не появилось. Таковы первые результаты работы акушеров-гинекологов в наступившем году. Данная статистика учитывает и два последних нерабочих дня прошлого года. 30 и 31 декабря. Больше всего детей родилось во Владимире. 121 малыш. За областным центром следует Муром. 26 детей. Ковров 25, гусухустальный 10 и Александров 9 новорожденных. В то же время прослеживается тенденция по снижению рождаемости именно в новогодние праздники. Область никак не может побить рекорд 2016 года, когда родилось на 109 малышей больше, чем в начале нынешнего. Бездомным нужна помощь. Особенно трудно приходится людям, которые лишаются крови зимой. Теплая одежда, медикаменты, еда и все, что спасет чью-то жизнь, каждый может снести свой посильный вклад. Где во Владимире люди могут найти временное пристанище и какая помощь нужна от добровольцев? Разбирался Алексей Домнин. Жить будем, не помрем. Смотрит с оптимизмом в будущее один из постояльцев приюта на улице Юрьевской. И хоть его прошлое напоминает действия романа «Униженные и оскорбленные», сейчас он доволен тем, что происходит в его жизни. А протекает она в этом доме обездоленных. Сюда он попал после того, как из-за обморожения ему ампутировали ногу. Несколькими годами ранее мужчина потерял все документы. Теперь свой новый дом он называет коттеджем. Николай не единственный, кто оказался в непростой ситуации. Мест для людей, которые попали в реабилитационный центр Владимира Бомж, хватит на полсотни. Важную роль в оказании помощи играют санитары. И если служба Татьяны не опасна, то уж точно трудна. В день она может принять до 40 людей. Но в своей работе ничего героического она не видит. Для нее все это прежде всего помощь людям. Мы их переодеваем, моем, бреем, стрижем. Они у нас потом идут по медицинским услугам, если им что-то там нужно. Потом кушают, благодарности пишут. Директор центра рассказывает, что подобных домов для немощных во всей России единицы. В стенах этого дома для людей с непростой судьбой каждый сможет получить путевку в жизнь. Они все приходят сюда. Они здесь получают квалифицированную помощь. То есть, например, в этом году был восстановлен паспортов 71 паспорт. Но по признанию директора, помощь добровольцев им не помешала бы. Ее ждут и волонтеры, которые решили с 1 февраля этого года вернуть к жизни приют на железнодорожной улице. Раньше здесь в холода могли переночевать люди без определенного места жительства. Главным условием было не принимать спиртного. Тогда сюда пускали поспать и поесть. Даже выдавали теплые вещи, которые приносили люди. Но недавно ночлежку закрыли. И вот после нескольких месяцев простоя, теперь уже новый хозяин хочет возродить доброе дело. В планах у волонтеров организовать санитарные, кухонные, административные блоки. Но пока, по словам городея Бачурина, любой нуждающийся может прийти в их центр на железнодорожные и поесть. Когда мы приняли его, здесь было все запущено. То есть месяц или сколько-то. То есть зимой вообще он еще не работал. В данный момент проделана работа. То есть выведен весь хлам, почищен снег, чтобы люди могли были заходить. В данный момент у нас ежедневная кормежка. Каждый из тех, кто не остается равнодушным к беде других, надеется на помощь не только чиновников, но и всех неравнодушных. В приютах нуждаются в теплых вещах и элементарных медикаментах. Главное, чтобы нынешняя зима для этих людей не стала последней. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. В новогодние каникулы скорая выезжала к владимирцам 3080 раз. Чаще всего люди жаловались на ОРВИ, гипертонию, головные боли и отравления. 1022 человека были госпитализированы. При этом обошлось без травматизма в результате взрывов петард. В 100 случаях вызывавших скорую не оказалось на месте. В 90 медикам не открыли дверь. Еще в 82 случаях пациенты отказались от медицинского осмотра. А теперь коротко расскажем о других новостях. На снег и сосульки можно пожаловаться. Январь выдался снежным, но дороги в новогодние каникулы чистились. Как сообщает мэрия, уборка при необходимости ведется в круглосуточном режиме. Днем на расческую улицу во Владимире может выходить до 60 рабочих и больше 50 единиц техники. За первые дни наступившего 2019-го коммунальные службы уже вывезли порядка 35 тысяч тонн снега. Администрация области напоминает, что ответственность за уборку снега во дворах несут управляющие компании и товарищество собственников жилья. А за пятиметровые зоны вокруг магазинов и объектов бытового обслуживания отвечают собственники или арендаторы этих объектов. На неубранный снег можно пожаловаться в государственную инспекцию административно-технического надзора по телефону 45 10 41. Также по этому номеру можно жаловаться и на сосульки. Только на крышах домов областного центра за новогодние каникулы их выросло очень много. Это недосмотр управляющих компаний ТСЖ или ЖСК, обслуживающих дома. Если сосульки и налить на крышах зданий и многоквартирных домов угрожают жизни и здоровью граждан, можно жаловаться по телефону, номер которого на экране. Горячая линия госинспекции административно-технического надзора открыта с 9 до 17 30. При этом в ее работе есть обеденный перерыв с 12 30 до 13 часов. Последний визит Евлогия в связи с почтенным возрастом он ушел на покой, но за день до этого побывал в исправительной колонии номер 3. Тамошний храм единственный в области в честь Иоанна Кронштадтского. Евлогий его осветил в 1997 году и с тех пор почти всегда приезжал в начале января на престольный праздник святого Иоанна Кронштадтского. Митрополита встретили руководство Уфсин, начальник колонии, а также настоятель храма. Владыка провел праздничную литургию, многие из членов православной общины во время службы получили причастие. Большинство осужденных ждали митрополита в клубе, где он обратился к собравшимся с проповедью. Начальник регионального Уфсин поблагодарил Евлогия за многолетнее сотрудничество, за внимание к духовным потребностям осужденных, за огромный вклад в укрепление традиции православия в исправительных учреждениях. На память о визите владыке преподнесли резную икону спасителя, созданную одним из осужденных исправительной колонии номер 3. Добавим, что Евлогия на посту митрополита Владимирского и Суздальского сменил Тихон. В эти рождественские дни он уже провел первые богослужения. Начало января – традиционное время для проведения конкурса снежных фигур среди осужденных. Общую тему обычно предлагает администрация колонии, и каждый отряд проявляет фантазию и скульптурные таланты именно в ее рамках. Одними из первых работы представили женщины из Головинской ИК номер один. Не забыли про год театра, познания в театральном искусстве. Осужденные постарались отразить в снежных скульптурах. На площадках возле общежития появились царевна-лебедь, клоуны и даже актеры японского театра Кабуки. Жюри особо отметило композиции из Щелкунчика и Золушки, а один из отрядов даже построил копию знаменитого оперного театра в Сиднее. Авторы лучших работ получили поощрение. 4-3 в нашу пользу в Ледовом комплексе Владимира прошел матч чемпионата области по хоккею с шайбой. Накануне владимирские хоккеисты встречались с Мелеховским атлантом. Как сообщает администрация города, игра закончилась со счетом 4-3 в пользу хозяев. И в это воскресенье традиционный забег Дедов Морозов по улице Большая Московская. Регистрация с выдачей персональных номеров с 11 часов на Театральной площади. Для участия в забеге при себе достаточно иметь любой атрибут Деда Мороза или Снегурочки, например, новогодний костюм или хотя бы соответствующую шапочку. Финиш 8-го Владимирского забега Дедов Морозов состоится на Соборной площади. Тех, кто покажет лучшие результаты в скорости или пробежит дистанцию в самом нарядном костюме, наградят ценными призами. В прошлом году на старт вышли порядка 2000 участников. На время проведения забега Дедов Морозов с 12 до 14 часов движение всех видов транспорта по Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской будет закрыто. Концерты, ярмарки, сказочные представления и праздничные программы. В новогодние каникулы владимирцы и гости города могли выбрать развлечение на любой вкус. К слову, по информации полицейских региона, всего в новогодних и рождественских гуляниях на территории области поучаствовали более 70 тысяч человек. Центром празднования во Владимире по традиции стала Соборная площадь. Однако интересные новогодние события каждый день происходили во всех районах города. Чем можно было заняться в самые длинные выходные и что особенно понравилось отдыхающим, расскажет Маргарита Махрова. Яркие, веселые и волшебные. В новогодние каникулы на разных площадках Владимира прошли десятки праздничных программ. К примеру, в Центральном парке Владимира уже в третий раз провели День рассола. Изюминкой народного гуляния по традиции стал конкурс домашних рецептов. Заявки на него владимирцы подавали заранее. Если мы начинали, у нас было так скромненько все достаточно. Сейчас у нас уже 12 столов и желающих все больше и больше. И в принципе люди приходят. Ну и народ пробует, немножко приводит себя в чувство после первых дней Нового года. На празднике участники конкурса угощали гостей своими домашними заготовками. Хрустящими солеными и маринованными огурчиками, помидорами, капустой и, конечно, рассолом. У каждого свои кулинарные секреты. Дарья Харитонова, к примеру, участвует в конкурсе уже не первый год. Рассказывает, что закатывать банки с соленьями и маринадами начинается с августа. В этом году приготовила более 20 банок. По словам конкурсантов, в праздники они участвуют ради общения и обмена опытом. С фирмами, конечно, это огурчики, а секрет, секретный ингредиент – это любовь. Все сделано с любовью. Мне больше нравится, когда в одной банке все сразу. И еще какая-нибудь мородинка, укропчик, какие-то спецы интересные. Получается очень здорово. Вот эти со сладким привкусом. Уксуса мало. Мне поэтому нравится. Надо заливать кипяток и кипятить. Ну вот я, по-моему, так все делаю. Потом взливаешь и заливаешь снова. После дегустации гости праздника выбирали самые вкусные рецепты. По итогам народного голосования участников, чьи разносолы понравились людям больше всего, ждали призы. Кроме того, в парке можно было покататься с горки, слепить снеговика, отправиться на аттракционы и даже встретить Деда Мороза и Снегурочку. Детишки, вам песенки поют? Стихотворение, песенки, радуй дедушку со Снегурочка, а мы им билеты на колесо обозрения дарим. Все праздники владимирцев и гостей города радовали представлениями, дискотеками, спортивными программами. По словам людей, в нашем городе у каждого есть свои любимые новогодние площадки. Мы с вами с Юрием Польского. Как вам праздник? Прекрасно, нравится. На Соборной площади хорошее место такое, всегда весело, всегда хорошо. Всех владимирцев с Новым годом, счастья и главное здоровья. Снегки играете с друзьями? Может, сходим за грибами? На Соборной площади каждый день для жителей и гостей города проводили праздничные представления. Так, например, вместе с сотрудниками Владимирского планетария все желающие отправились в новогоднюю вселенную и поучаствовали в познавательных новогодних конкурсах. Кроме того, в самом центре города можно было покататься на аттракционах и погулять по новогодней ярмарке. В 42-х шале, которые разместились в сквере Липки, владимирцы и туристы выбирали сувениры, игрушки, разнообразные лакомства и угощения от местных производителей. А еще посетители ждали конкурса на меткость, ловкость и удачливость с призами. О, замечательно! Все красиво, у вас все хорошо сделано. Секрет удачного праздника для вас. Как отметить нужно, чтобы все дни у нас? С семьей. За новогодней атмосферой и спортивным духом в эти каникулы многие владимирцы и туристы отправились на каток, что на Пушкинском бульваре. Прокатиться по ледовым дорожкам в самом центре города решили сотни юных и взрослых гостей. Чтобы тоже веселиться с друзьями, чтобы проводить хорошо время. С детьми мы решили выйти. Вы все семьей, да? Или сколько у вас человек пришло? Да, отроем все. С маленьким, да. Сами не боитесь вообще на коньках? Давно стоите? Давно, с детства. Для посетителей катка работает гардероб и прокат коньков. Если позволит погода, покататься здесь можно будет до конца зимы. К слову, немало гостей решили провести на коньках даже новогоднюю ночь. Для самых отважных на Пушкинском бульваре провели специальную программу. С сюрпризами и конкурсами. Мы в ночь даже выходили. Сейчас в ночь до четырех ночи. Как вообще настроение? Много ли было людей? Было настроение новогоднее, веселое. Все приходили на позитиве. Все было супер, все было замечательно. Кого больше? Детей или взрослых на катке? Детей. Настроение очень хорошее. За порядком следим. Все хорошо у нас. Работа новогодних площадок и праздничные гуляния во Владимире еще продолжаются. Они завершатся в канун Старого Нового Года, 13 января. Традиционным забегом Дедов Морозов по центральным улицам города. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. На этом у меня все. Мне остается пожелать хорошей короткой рабочей недели и попрощаться. Всего доброго. Берегите себя. Сегодня ночью у Владимира будет малооблачный и без осадков. Столбики термометров покажут минус 11, минус 13 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра будет пасмурно, днем выпадет снег. Температура воздуха составит 6-9 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 82%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.